ДИМАГО ВЕЛИКОДУШНО ПРОСТИЛ ДИМАГО ВЕЛИКОДУШНО ПО СЕКРЕТУ ОН ВЫГРЫШНО ПО СЕКРЕТУ ОН ВЫГРЫЛ СО СЩЁТОМ 3-0 Вот Он простил Это поражение Забыл, закрыл глаза Забыл про него Для того, чтобы порадовать вас Очередным бодом Да, и теперь у нашего уважаемого СПХ есть Замечательная, чудная, уникальная Возможность выиграть игру СО СЩЁТОМ 3-2 Вот Посмотрим, сможет ли он Регендовать И оправдать Наши надежды Ну что же Крация Расскажем О первых трех играх Первая игра на Монтихоле Прошла В одну калитку И завершилась с счетом 1-0 В пользу демаги Гнусные роботы Убили всех птиц Нет, наоборот Гнусные грязные птицы Которые плюются Убили чистых, свеженьких, полированных роботов Только что с завода Да, они только с конвейера И вот так вот Во второй игре А во второй игре Опять А вот во второй игре Как раз таки гнусные птицы Опять же убили Самолеты Да, на этот раз Короче Они избрали Свою мишенью Не полированных роботов А Такие Поюзанные Старые Короче Истребители Старого еще советского образца Вот Потому что новых У нас не производят Мы их все продаем На запад А вот старые Да Мы еще используем Потихонечку И Грязные птицы Их убили Да Да, конечно Спокойной ночи Ага Мне не надо Выключать свет, пожалуйста Нет, мне не надо Выключать свет Иначе мне не видно здесь Так, вот здесь Небольшие технические проблемы Я извиняюсь, конечно Что в прямом эфире Но Приходится пожелать Спокойной ночи Мои родственники С которыми я В данный момент Живу Итак Это была Так, смотрите Рабик Пристает Да Другим Рабиком Угу Он их не хочет Непонятно Ну и в третьей игре Которую К сожалению А ругнул в них И они погнали за ним Смотри Банда Ну банда, видишь Хочет поставить СС Братва Два брата Акробата Ну Диманго Явно имеет психологический преимуще Что он так нагло Здесь катается И Спикс Немножко нервничает Теряется, конечно Он Проиграл 3-0 Вот Ему дали шанс И не знаю Может быть он хочет Исправиться Я не знаю Федор Ты до каких вообще условиях Договорился Что типа той игры не было Потому что вот Не сохранился Или чего Ну да Как же так Я говорю Наши уважаемые зрители Не смогут посмотреть Там Пыр-пыр Да Вот Что-то непонятное Вод не сохранился Я не понял Почему Он что-то записался 154 килобайта всего А должен быть Он весить 900 метров Вот так вот Вот Смотри Но Вот сейчас У Спикс Все по плану У него Кстати Лихая стратегия Смотри Да Это Поле-менее Обычная стратегия Тут видишь просто Спикс видимо привык К стандарту игры А Димага решил Смотри Что показать Вот сейчас вот Оп Опа Смотри Что там в правом углу Строится Какая фишка Ну кстати Может он не успеет Может не успеет Через Это четвертый хачка А у него три барачка Сейчас как нарожаются Так как пойдут Все пробревать Я думаю Это будут люркера Или вообще Что-нибудь веселое Ой слушай Я вчера Королев делал Прикольно Против терна Прям даже Интересная такая Стратегия получилась Вот Одного выиграл Двоим проиграл Вот Но я еще доработаю ее И вообще интересно Прям интересно Но рассказывать не буду Нет Это моя мега разработка Теперь Все Как у меня раньше Была фирменная стратегия Но Она конечно не моя Лично Но просто я вот Горжусь тем Что я лично Для себя Довел до ума Стратегию игры Из АВЗ Через гидролисков То есть я как бы Очень много этой стратегии Играл в ледере Вот Под разными никнеймами И для себя Ее оптимизировал Теперь в принципе Я могу сказать что На некоторых картах Гидролиски Как бы Это очень хорошая стратегия В АВЗ И можно ей Совершенно спокойно Играть и выигрывать Не на всех картах Конечно Но Ну Ну Олдскульных Скажем так Которые более-менее Стандартные Карты Такого среднего размера На четверых С Открытой местности И просто Обычно расположенными Экспадами Там можно В гидролис выиграть Спокойно И выигрывать Так ну ладно Потом у нас Поигрываются Собаки Со скоростью Их много Их пасечка где-то Вот Что Достаточно удобно Для серии Потому что он еще Напрягает этих Первых Маликов Которым Которым Сыкотно Которые прячутся В бункере Да Ну тут смотри Тут в принципе Что по игре Можно сказать Я не пойму Как он так вообще Прохляял У него очень Как-то он Прям Я тебе расскажу Санки нету Вот только сейчас Санка идет Плюс он идет В люров Поэтому он Рабов не тратил На то чтобы Рано Собирать второй газ Вот у него Сейчас только Тока Короче Деньги накопились На люрове Он заказал У него сейчас Газа может быть 100 Максимум Потому что Второй газ Не ставил И Собственно говоря Так смотри Рабик запалил Запалил Рабик Ну нет Ну запалил Во-первых Видишь Страятся санки А во-вторых Там все закажут Люркера И без танчика Это уже не выбьешь То же самое здесь Санки Люркера А потом уже Здесь задумка какая Он прохалявил Вначале Хорошенько И теперь Мариками Просто тупо Мариками Не сломаешь Сколько бы у тебя Мариков Как бы не было Ну естественно Если ты не успеешь Пройти до появления люров Если придешь До появления люров Вот если этот тус Сейчас туда пойдет Сейчас тус может сломать Могу экспант легко Вот Так Ну вот интересно Куда он изберет свой путь На этот экспант Или все же На мейн Ну на экспант идти Да Ну и собственно говоря Расскажу про задумку Димаги Задумка простая Вначале вы халявите Не ставите санку Потому что терн идет в эксп Как бы терн говорит Более-менее аккуратно А вы халявите Это дает вам возможность Рано поставить здесь экспант Но я бы поставил его Еще где-нибудь вообще Вот тут вот Чтоб не запалили его Потом родил бы две гидры Перевел бы их в проход Завернул бы Терн бы не поднялся сюда Но Димага избрал такой путь Дальше что Дальше у вас Два Так-так Ну неправильно делает Неправильно он делает Что он делает Сначала надо Сначала нужно Пускать медиков Медики идут вперед Ну хотя он все равно Выиграл этот вид Все равно здесь выиграл Правильно Но мог бы С лучшими С лучшими Шансами ее выиграть Ну правда люру закатался Блин ну как-то Испыкс контролит Развел бы что Ну главное он убил Четыре санки Потерял всех Мааринусов Ну медиков надо было Конечно вперед Тут даже нечего обсуждать Медиков вперед А задумка какая была Вот так не рассказал Задумка простая У вас есть две Производственные мышцы Основная Которую в принципе Не подожмешь ничем Потому что здесь Производится люркера И собаки И дополнительная Начинает как бы Обычно террин Начинает прессовать Дополнительную Потому что она ближе Вот Но здесь рожаются люры И больше ничего не рожается Террин прессует Ломает санки А потом его с двух сторон Просто с этой стороны люра А с этой стороны люра И собаки вот в этом Проходике зажимают И Нафиг просто убивают А все почему Потому что прохалявил в начале Надо разведывать Надо разведывать Обязательно с СВишкой Ехать одной СВишкой в разведку, чтобы не было халявки, потому что сейчас часто халявят. С одной санкой всего сыграл на мейне, и то поставил там потом только. Вот. Здесь мы наблюдаем эволюшн, наблюдаем хайв, который уже делается. Есть люркера. Ну, в принципе, он неплохо его поджал. Терен сейчас никуда не может выйти, потому что бочки нету. Как говорит Кабан-1, без бочки не выйдешь, потому что люра на халде. Качается третий газ, заказаны рабы. Здесь, смотри, он хочет такой трик делать, смотри, прям. Оп-оп, сейчас вот. Делается мув немножко в сторону, вот, куда я мышкой показываю от люра. То есть сначала мув нажимается, люрк сюда бежит, а потом нажимается на закопанную люрика, и он становится точно над ним. И закапываются три люра в одно место. Правда, если танк стреляет, все три умирают. Вот. А теперь ты ищешь какие-нибудь фишки, расскажи, Фёдор. Ты же больше фишек знаешь, чем я. Рассказывай. Алло. Ватсон? Ватсон? Ватсон, приём. Так, походу, Ватсон, ФК. Так, 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 стоп. И у меня тут небольшая проблема. Я выключил микрофон случайно и забыл, что я это сделал. Ну ладно. Но теперь ты его включил, и можешь рассказывать. Рассказывай. А вот я просто уже рассказывал, когда он был выключен. Ха-ха-ха. 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 Ну так вот. В общем-то, такая дилемма первая. Когда у Терна осталось, сколько там, Марика, 6? А этим шестью Марика можно было вылезать запросто этих двух люриков, и Экс. Игра будет вкладываться совсем по-другому. Ну конечно. Но на борсконтроль просто здесь уже уже контроли. Он уже беспонтово расконтролил, как бы, в чем он, в принципе, и виноват. И теперь ему будет уже очень сложно. Очень сложно. Нет, сюда не надо идти, но опять сейчас опять попадется, как в той игре. Прям пошел, попался. Кстати, вот третья игра была бы, в принципе, даже может быть выиграна БСПХ, если бы он тупо не пошел бы, и тупо не напоролся бы на люров на халде. А тут Димага прям ждет. Димага ждет. Когда же думает халявка? Сейчас подойдет халявка. Но ИСПХ не лох. Тоже не лох, смотри. Он ИСПХ, он не лох. Вот. Он вот специально развел Маринцев на две пачки для того, чтобы дефилеру было сложнее двигаться. А смотри, он запалил, он запалил. Он знал, он знал. Ай, тут все в кровище и мясо. Но, с другой стороны, здесь есть Нидус канал. Можно, как бы, совершенно спокойно закопать здесь Девалюра, поставить санку, дефилеру передропать и бежать вот сюда. Вот так вот. Опа, дроп летит, смотри. Так, 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 так. И минки поехали ставиться. Минки, это хорошо. У Димаги, смотри, у него там уже все здания. Уже две, все какие только можно. И две санки, и две эволюшны, и спаль сейчас доделается. Это же очень. Димаги привычка ставить свиней всегда почему-то вот на этом эксперт. Чтоб прям, знаешь, танками, да, забрили прям тут. Ой. Ой, а тут, а тут вот это место не защищено. Все. Ну, ты... Вот, смотри, как дропик, дроп ногцев. Ну, сейчас он. Ну, куда он пошел? Нормально, там сейчас, ну, должно, но вырезать эволюшен, надо вырезать эволюшен, чтоб там не делал сам грейд. Да, и не только заказали, что вырезать. Ну, брат, он об этом не... Суорб. Ну, ладно, здесь в принципе еще не все потеряно. Надо только... Делать вот эту кувалтуру, ты только посмотри, другу кувалтуру, значит, скоростью сделал. Второй старпорт пошел. Вот и частные эти темы, я бы хотел, что рели. Нет, ну здесь, конечно, жалко очень, что я не знаю. Проджект не смог присутствовать, потому что, я думаю, с Проджектом была бы совсем другая игра, и был бы и напряг, и такие вот именно битвы постоянные, потому что Проджект так умеет играть. Проджект кореец, он... Ему... Вот... Как бы это сказать-то лучше? Проджект, он... Может быть, он не так любит нестандарт, как XPX. XPX нам, в принципе, показал четыре разных стратегии сегодня. Молодец. Четыре разных варианта игры. Вот. Но Проджект, он в этом плане, конечно, более стандартный игрок. Но он хороший игрок, он знает, он умеет как раз стандарт, он красиво сыграет этот стандарт, так что прям загляденье, что захочется смотреть. А там все, где под контролем, там такие... Да, конечно. Там не будет такой тупой отдачной люркерах, там... Ну, на этой не тупая отдача просто Проджект, он более аккуратно, он всегда помнит о том, что могут висеть на халделе люркера, ух, здесь прям минное поле. И поэтому он, а минное поле, знаешь, как обходится, дропом. Оп. Полетел. Сюда какой-то дроп. А сейчас вот в это время, когда минируешь, нужно хамиться. Вероятно. Вот, вот, смотрите. Нужно брать, вот так, вот думал бы, врайтова делает. И почему же так, наоборот не这样 ни, ни где, ни где, ни вот так. Ну, вот это невидимо сделает. Оп. Видимо, врайты будут или артистной, что. Врайты Bible TV Şu вами. Ну, блин, как Squadron бывают вот когда неожиданно вылетает arguably бы вдруг как начище. Начище, начище. Карсаров Брот intimа Слава. чем убивать ваннук менька не убивать ясно ясно и предметов полудовая а если вот так вот собака бежит разминирует собак можно много наделать можно специально собак только дел чтобы разминировать в том прийти просто по 8 слонами убить первых хотя хрест я не знаю возможно кстати это будет интересно контра если он продержится до тех пор пока вылетит допустим пачка вратов с невидимостью да если он продержится тогда конечно да главное что года толча стуса не вышло безнаказанный не убил просто словар мой постами карты все что делать вратов нужно было брать остров тогда вот что он сейчас так и делает устроиться социально там но и танки нужны танчики два танчика просто подвергнули четыре года он качает и качает строительство я говорю тут сейчас главное не дать вот этой тусе выйти о смотри танки летят и в райты я не думаю что там танки я не думаю что там танки я не думаю что там танки там мариус что он делает но он ходил и видел смотрит это видел поистину и я даю в голову я в районе спецпиан он пьян он пьян конечно нужно хамид стернов такой ситуации я не знаю что здесь я не знаю что здесь говорит так прямо сейчас она кидается с ворум копая собираемые станки ну что срочно убить жука но понятно что если она не выбегут но они вот вот так вот смотрю так сейчас дропнуться сюда вот они дропнулись у меня не просто давай 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 отъезжая отъезжая малыш а вот это кстати уже интересно в этот момент милочке но это важно что столько же родителей ты знаешь что слоны убивают микс одного удара он подбегает не только выкапывается на ее ход убивает да не факт не всегда но олимпыть в частей конечно всегда но частей поэтому термия что делать не стоит в ультюрку рядом с ментами туда слоны сразу как бы переключается на бультуру на одну да она быстрая аминка уже взрывает по сути словно белыми миксер понравится покрыть пикс все делают только у часа не вот закончится минералы и чем будет делать с четырьмянычками зерга с полными апгрейдами с полными технологиями вот мне вот это вот непонятно то есть с одним весом мы сажим беременность два во первых тут один один у зерга два два уже так ну что же делать если выбит конечно этот эксп только если выбит эксп если эксп выбит есть шанс если эксп не выбит вот сейчас прям вот вот сейчас такой перед когда нужно выбивать эксп танки конечно есть это замечательно но либо ты выбиваешь эксп ух смотри еще шесть танк фейт раз два три четыре пять шесть ну вот что надо сейчас почковку пока отстреливать отстреливать ну да то есть здесь задача какая у тебя веселье убивать дефайлеров которые постоянно рожаются а танками просто поджимать и шлепать все задача демаги постоянно держать дефилера со стойной арки и здесь как только свором закончится высадил но у вас не сделала скорость овером и гидросы разминируют тренинг вот так вот 3 3 слышу него 3 2 ехать ехать танчиками пинать там все и делать фаербатов еще нужно зачем фаербатов нет словом вообще не убивать никак ну просто и когда будут собаки ой давала но сейчас там просто и по словам так вот это зря он сделал потому что нужно конечно свором держать было на этих люрах сейчас может не хватить сворма если он танки подкопает подкопай танки подкопать танки прошу вот все молодец подкапывать танки сейчас танки подкопает и если дефайвер нету а давай давай другу а не вон дефайвер ползет все ну сюда под сюда нужно подвести вот сюда вот чтоб здесь стоял прям сразу хоп сюда и хоп наложил я не понимаю что он делает кто он спэкс пошел марини случайно почему сейчас не навалится всеми туда потому что вот вижу там опаливайся наваливайся давай давай нужно вперед выдвигать с помощью вот таких газы конусные в такой ситуации можно уехать за танков достаточно много вот еще там подвести как раз вот закончились сейчас все будет зависеть от контроля есть шансы чтобы выиграть с 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 все нужно отступать отступать все правильно отступай сохранить все нормально за иродей жука за иродей жука за иродей танчиками можно стрелять по жуку очень полезно кстати вот хамит остров как думаю что к счету денег я думаю много успеха 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 я думаю вообще денег нет а у его видимость с у он проиграл и вакцина 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 я хочу еще посмотреть ясно танчики присылать не только танчиков но мы его но и вот они поехали все сейчас главное не потерять момент ну смотри вот здесь еще x пока постался беспалевно вообще я даже не заметил пока смотрел на этот тус но и спрессы с я не заметил пока смотрел он не заметил пока контроль вот слоны нарезал отступил вообще офигеть сейчас просто вот еще утерга кончится газ первые два газа уже будет не так легко они уже кончились все нет но как только один кончился да не не два кончилось все уже все кончилось нет 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 все нормально вот и сейчас вот надо просто переложить танчики игроков стрельнуть по каналу индюса да 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 и подняться просто убить здесь все нафиг но тут смотри вот видишь вот эти пять слонов и пачка в египет аааа ничего не если суши метод вообще прям те ребята берет час ночи давай потише сами смотри как утерна до всех пор четыре барака ну он как бы смотри вот он сейчас опять будет ломиться с двух сторон и 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 поздравить сейчас я отвечу это же так вот был ну что ж это наверное хорошо тут цель кстати ты заметил как на остров дроп но и собаки убили татар я не знаю то ли успеется скорости не хватает попросили говорить шепотом поэтому я пытаюсь говорить шепотом то есть значит может собранств не хватает психологически собачки так быстро работают эти дания без помощи в общем что мы выяснили что не надо было что надо делать в такой ситуации что надо во первом у тирана не был фаербат да я это делал 10 ладно в общем самое главное блокируйте и томитесь томитесь и блокируйте вот внизу будет у нас еще одно и поэтому я говорю до новых встреч спасибо Спасибо.